Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу поговорить об обучении инфодайвингу. Очень много вопросов, запросов. Люди спрашивают, говорят, как научиться. Мы тоже так хотим. Мы тоже хотим знать информацию обо всех и обо всем. Мы тоже хотим помогать родным и близким. Мы тоже хотим крутить круги для того, чтобы помочь и исцелить весь мир. Кто-то говорит о духовном развитии, кто-то о предназначении. Все больше о предназначении сейчас говорят. Ну ладно, не суть. Инфодайвинг заходит очень быстро на рынок. И невероятное количество людей сейчас звонит, пишет. Я сразу извиняюсь, я отвечаю далеко не всем. Просто физически пока нет времени. Но у меня появляются все больше помощников. Все больше направлений мы охватываем своим вниманием. И тянем информацию под те или иные задачи. Не все в интернете, совсем не все. Но если вы видите, какое количество в день материала выкладывается, то само собой понятно, что работы здесь ведется очень много. Потому что выкладывается лишь малая часть. Так вот, господа, если вернуться к обучению, все-таки инфодайвингу, то я бы его разделила на три части. На сегодняшний день из того, из моего опыта. А я сама не консультирую. Я сама тренирую людей и обучаю людей. И сама же экспериментирую вместе с этими людьми, с их согласием. Так вот, для того, чтобы обучиться, надо сделать три шага. Три шага глобальных. И их можно делать в любой последовательности. Но их надо делать одновременно. То есть сегодня это, завтра это, послезавтра это. Если вы их упускаете, какой-то шаг из виду, и типа я в старых концепциях останусь, ничего не будет. Ничего не будет. То есть первый шаг – это концептуальное восприятие этого мира. Надо научиться жить в субъективном восприятии. И если вы сейчас скажете, я в субъективном восприятии, вот здесь и сейчас, я вот здесь формирую этот мир, то вы понимаете, что вы врете сами себе, и у вас ничего не изменится. Научиться жить в субъективном восприятии – это сменить отношение ко всему, сменить глобально концепции восприятия. А точнее выйти за концепции и уметь их наблюдать. Это кусок тренировок, но я сейчас говорю не о тренировках, тренировки отдельно. Важно понять своим умом, что и зачем мы делаем. И это целый кусок, целый пласт, который надо принять. Просто принять то, что действительно сейчас противоречит тем социальным нормам и убеждениям, которые есть. Все, что касается теоретической базы, ну, процентов, наверное, 80. Точно есть в первых двух моих книгах, которые вышли в Германии, которые можно заказать. Кроме того, я активно этим делюсь в видео, я активно этим делюсь в статьях. Это можно читать, то есть даже без книг можно набрать просто там в разбросанном варианте будет. В книгах это все будет в собранном варианте. Либо же скачать курсы и тренинги. Например, курс управления восприятием тоже содержит очень много такой информации. Его можно скачать на сайте скачайка.ком. Это наш ресурс, там можно взять абсолютно любой курс, который проходил онлайн. Есть теория, есть база, которая позволяет сместить точку сборки в субъективное восприятие. Без изменения отношения к миру и базовых установок у вас в голове это сделать невозможно. Это первый этап. Теория. Второй этап. Практика. Это тренировки по погружению в транс. Все, что касается тренировок по трансовому опыту, по трансовой раскачке, все, что касается знаний в области гипноза, все, что касается знаний в области физиологии гипноза, это надо знать. Хотим мы того или не хотим. Даже если мы впоследствии эти знания перекроим или откажемся от них, но техническая база и база теоретическая гипноза в практической отработке должна быть за спиной абсолютно у каждого человека. Без нее двигаться дальше будет как-то проблематично. И третий шаг, это шаг тренировочный, именно по психологической части, по работе с ресурсными травмами, по работе со вторичными выгодами, по самопроработке, по решению тех аспектов жизненных, которые фонят и которые формируют картину реальности. Это самый сложный шаг, потому что здесь надо понимать, что если вы не изменитесь, то ничего в жизни не будет. И вот этот шаг, который очень многие вообще выбрасывают, считают себя умными, ай, это ерунда, там какие-то инстинкты, ай, какие-то реакции, это все чушь, на самом деле вот эта чушь, она дает где-то процентов 90 успеха. То есть практические тренировки и теоретическая база, это реально 10, но 20 процентов. 80 процентов, 80 где-то, если правило пары-то брать, будут вот эти ресурсные травмы. И все, что формирует картину мира человека, неосознанно нам надо выйти на личный, интересное раскрытие своих ресурсных способностей. Вот тогда будет прямая связь с душой. То есть через интерес мы идем к душе. По-другому не получится дырку к ней пробить-то на самом деле, услышать ее по-настоящему. Вот, а через нее мы берем информацию на самом деле. И вот эти все программы, которые дают самонастройку, там будет и искренность настройка, и любовь к себе, и принятие себе, и принятие мира, и там целая куча программ. На этапе, когда мы с этим разбираемся и тренируемся, по сути дела мы учимся и тренируемся работать с другими людьми. То есть мы разбираем программное обеспечение своего компьютера, и через свой компьютер мы понимаем, как устроены другие компьютеры. И таким образом можно прийти к инфодайвингу и инфотюнингу. Из тех вопросов, которые сейчас возникают очень активно, это вопросы позволения себе. Куда только люди не залазят за информацией, типа вот, чтобы чуть ли не через зад залезть. Ребят, все в открытом доступе, бери, не хочу. Ищут сложные техники. Нет у меня сложных техник. Я отфильтровала все то дерьмо, которое есть на рынке, психотехник, которое действительно усложненное, которое не ведет к результату. Но от того, что вы берете одну и ту же психотехнику и делаете ее в объективном восприятии и субъективном восприятии, результаты диагонально разные. И таким образом важно управление своими состояниями, торможениями, наблюдениями, вот этими все делами, умение понимать, осознанно подходить к тому, что вы сейчас делаете с собой, соответственно, вы четко чувствуете, что делают другие люди с собой. Потому что путь в себя лежит через свое тело, через ощущение и через чувство. Другого входа нет. Мы идем в субъективное восприятие через ощущение и чувство. Именно те вещи, которые у большинства людей тупо заблокированы. То есть, если еще понять, какой материал тут есть вокруг, человек может пощупать и сказать, да, это там замша, а это там железо, а это там дерево, то на этом его чувствительность заканчивается. И вот это надо тоже развивать, потому что без этого никуда. Но это относится к практическим тренировкам. По сути дела, вот эти три связанные блока, то есть, все, что касается психосоматики, психотерапии, самопроработок, работы с ресурсными травмами, регрессами, прогрессами и так далее, все сюда. Один блок. Второй блок – практическая тренировка, трансовый опыт. И первый блок – это ресурсные травмы. И первый блок – это теоретическая база. Вот, по сути дела, и все. Вот эти три блока надо каким-то образом соединить. В какой последовательности, как вы будете это брать по кускам – это ваше дело. Я вам сгрузила сейчас в одну кучу программу детского сада, школы и вуза. И предложила разобраться самостоятельно. Для тех, кто хочет разобраться все-таки по очереди, последовательно и одно за одним, я приглашаю на те программы и тренинги, которые пока стоят в расписании у нас на русском языке. Заходите, смотрите, присоединяйтесь. Ближайший тренинг, который будет – это контакты и ченнелинг. Это самый простой из тренингов, именно практический по погружениям. Это трансовая раскачка, трансовый опыт, умение слышать себя и минимальная база теоретическая, которая позволит вам убрать тех тараканов, которые поднимутся на этом тренинге. То есть минимум теории, максимум практики в планах. Будет этот курс только онлайн, потому что у нас не сохранилась запись, когда он проходил оживьем. Мы вынуждены этот курс повторить. Дальше смотрите, из базовых курсов, из детского сада и первый класс – это экстрасенсорика, развитие чувствительности этот курс будет. Все, что касается управления восприятием, уже есть в записи, его можно скачать. Касательно все, что касается психосоматики и проработки этих ресурсных травм, следите за расписанием. Просто следите за расписанием. В расписании стоят и курсы по гипнозу, и добавятся курсы по спиральной динамике, чтобы человек понимал вообще, как, куда идем, и каким образом имеет смысл выстраивать вокруг себя бизнес-процессы, взаимоотношения и так далее. Ну, а мы со своей стороны будем помогать тем, у кого действительно есть внутренний интерес. Вот. Все, что касается технической базы, не ожидайте сложных техник. Все сложное я уже давно удалила. Ничего нового перед вами не станцуют и не спляшут и не придумают. Но то, что есть, оно будет результативное. И в этом наша фишка. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok